Здравствуйте, уважаемые седоводы огородники! Сейчас, когда вы приехали на дачу, ну или у вас собственный участок, вы во все убираетесь. Спилы осенние, различные ветки, обрезка, все это идет на сжигание. Получается хорошее удобрение, зола. Многие говорят, куда использовать золу? И иногда не по назначению используют эту золу, сыпя ее везде и всюду. Но не все растения любят подкормку именно золой, хотя там очень много микроэлементов, и железо, и азот, и фосфор, и так далее. Нельзя сыпать в такие культуры, которые любят кислую почву. Такие, как, например, гортензия. Недаром ее даже рекомендуют поливать кислосодержащими молочными продуктами. Кефир, литр кефира под куст, например, гортензии, жимолость, голубику. Нельзя подкармливать золой. Если очень хочется, если у вас зола есть от каменного угля, то можно вот золой от каменного угля подсыпать, но в малых концентрациях. Далее, можно, приветствуется, подкармливать золой. Поэтому собирайте золу, шашлыки жарите из мангала, выгребайте. И потом собирайте эту золу в какую-то емкость, закрытой крышкой, в бочку, в ведра большие и так далее. Потому что пригодится для подкормки посаженных растений. Капуста хорошо принимает подкормку золой. Фасоль, огурцы, тыквы, кабачки. Все это очень хорошо отзывается на подкормку золой. Клубнику можно сверху посыпать и как мульча получается, и как дополнительная подкормка. Но можно посыпать по поверхности земли и перемешать на поверхности с землей. А можно сделать, то есть сухой, а можно сделать раствор. Один стакан столового уксуса, то есть 9% неуксусную эссенцию. Один стакан золы, одно ведро воды 10 литров. Вы скажете, почему уксус еще? Уксус как раз дает возможность впитываться наиболее, лучше впитывать золу в корни растений. Поэтому если водный раствор, то как раз вот столовый уксус можно добавлять вместе со стаканом золы на ведро воды под кормку. Для активации и усвоения правильного именно золы. Кальция. Именно кальция. Особенно при недостатке кальция очень хорошо для помидор используют этот водный раствор, для поливки. Это для того, чтобы не образовывалась верхушечная гниль. Это как раз показатель недостатка кальция в томатах. Но нельзя подкармливать вместе с азотосодержащими удобрениями. Если вы подкормили золой, то уж 2-3 недели подождите, не подкармливайте азотосодержащими. С фосфоритной мукой тоже не рекомендуется и с фосфоросодержащими. Поэтому каждому удобрению свое время. В данном случае весной мы подкармливаем растения для того, чтобы они как можно быстрее набирали зеленую массу. Поэтому мы пока подождем, раз уж подкормили. А если вы подкормили азотными удобрениями для роста зеленой массы, то подождите подкормкой золы. Так, многие спрашивают, вот сжигают, например, обрезки деревьев на поле, где картофельное поле. Можно ли использовать золу для посадки картофеля? В принципе, золу можно использовать, внося под картофель осенью. То есть, чтобы эта зола немного впиталась и чтобы концентрация была меньше. Если вы сажаете непосредственно, подкармливаете землю золой различными микроэлементами, содержащими в золе, то небольшая концентрация перед пашкой, то есть перед пахотой, когда вы пашите поле, здесь уже получается 100 грамм золы на квадратный метр. Не переборщите. В данном случае, если лучше не досыпать, чем пересыпать. Но так вот в полях обрабатывают золой хороший концентрат за год до посадки картофеля, потому что зола все-таки угнетает пророст картофеля в полях. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, мы на всех отвечаем. Большого урожая вам! Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова